Здравствуйте дорогие друзья! Вашему вниманию сейчас очень емкая статья Врата в новый мир. Отец Абсолют. Зачитывает Лора Шереметьева. Здравствуйте дорогие мои любимые дети! Сегодня мне хочется рассказать вам о том, что происходит в эти дни с вашей землей и как это может отразиться на людях. Череда затмений сначала солнечного, а затем лунного является своеобразными вратами в новый мир высоких вибраций. Эти природные явления, которые происходят на вашей планете с определенной периодичностью на этот раз явятся пусковым механизмом для духовного развития многих и многих людей. Через коридор между затмениями 13 июля солнечного и 27 июля лунного было пропущено такое количество высоковибрационной энергии, которое можно сравнить с настоящим цунами. Именно поэтому и вскрылись многие энергетические гнойники. Прошла череда крупных стихийных бедствий в тех местах на Земле, где концентрация негативной энергии, порождаемой страстями человеческими, достигла критической отметки. Пришедшие на Землю энергии ускорили процесс очищения Земли, и их орудием в этом стали природные стихии. Огня, земли, воздуха и воды. Все это закономерные процессы, поскольку никто и ничто не сможет отменить вечные и непреложные законы Вселенной, такие как закон единства, закон причинно-следственной связи, что внутри, то и снаружи. Расплата за содеянное происходит неизменно, и новые высоковибрационные энергии лишь ускорили этот процесс. С тем, чтобы быстрее пробудить сознание людей, помочь им задуматься о своей собственной судьбе, о судьбе своей страны и своей планеты, уже не с позиции обывателя, одержимого эгоистическими желаниями, а с позиции человека мира, жителя Земли, словом, духовного существа, мыслящего уже совсем другими категориями. И это действительно стало происходить, поскольку только попав в беду, оказавшись в трудной ситуации, люди начинают объединяться, помогать другим, делиться всем, что у них есть. К сожалению, так уж устроен дуальный мир, что сытая и счастливая жизнь вас разъединяет, а беды и несчастья объединяют. И прежде всего это происходит потому, что на место энергиям зависти, злобы и агрессии по отношению к тем, кто живет лучше, счастливее и богаче, приходит энергия любви, благодарности и сострадания, однополярная энергия, несущая в себе божественное начало. Попав в беду, вы все становитесь равными. Нет ни бедных, ни богатых, ни счастливых, ни несчастных. Вы объединены общей бедою энергетически и поэтому начинаете ощущать свое единство с каждым человеком. А это уже первый шаг к осознанию своего единства с Творцом, с вашей галактической семьей, со всей Вселенной. В этом, родные мои, и состоит отличие между третьим и пятым измерениями. Если в пятом измерении, где царит одна единственная энергия любви, вас будут объединять счастье и радость, то в мире третьего измерения по-настоящему объединить вас способны только горе и страдания. Поэтому прошу вас, отнеситесь спокойно ко всему, что происходит сейчас и будет происходить в ближайшее время на Земле. Эти тяжелые испытания даются вам во благо, ибо пока нет другого пути разбудить человечество от многовековой духовной спячки и вывести его на новый виток развития. Не все будут способны понять и принять эту шоковую терапию Вселенной. Но те, кто сумеет в полной мере осознать всю глубину и мудрость такого шага, способны будут вознестись вместе с Землей и перейти совсем в другую реальность, о которой так много уже говорилось в посланиях высших сил. И я верю, родные мои, что все вы окажетесь в их числе. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта, 26 июля 2018 года. Вы прослушали тему «Врата в новый мир». Субтитры создавал DimaTorzok